Уже с нового года число официально зарегистрированных безработных в Самарской области, как и в целом по России, может значительно увеличиться. Таков прогноз регионального министерства труда. Основная причина – кратный подъем размеров пособия для тех, кто потерял работу. Для обычных граждан минимальный размер увеличится с 850 до 1500 рублей. Максимально с 4900 до 8000 рублей в месяц. Для граждан предпенсионного возраста еще больше – 11800 рублей. Вот эти цифры уже озвучили. Почему мы и боимся притока безработных? Потому что цифры озвучены, но не озвучиваются условия получения этого пособия. И в этой связи для Самарской области в настоящее время в бюджете заложено 1 миллиард 86 миллионов рублей. В федеральном бюджете предусмотрены резервные деньги на тот случай, если, допустим, увеличение притока безработных граждан будет значительным. По официальной информации, пока ситуация выглядит оптимистично. В этом году в Самарской области уровень регистрированной безработицы снизился с 1 до 0,8%. Для сравнения, общероссийская планка по этому показателю находится на уровне 0,9%. Уровень общей безработицы 3,4%. Один из самых низких в ПФО. Второе место после Татарстана. Число вакансий в базе центров занятости почти 31 тысяча, а безработных на учете меньше в два с лишним раза – 15 тысяч. Однако независимое кадровое агентство уже с середины осень фиксирует всплеск обращений от сокращаемых работников предприятий. Людей, которые хотят сменить свою работу, либо устроиться, поменять что-то в своей жизни, намного больше. Люди, которые имеют хорошие заработки, да, действительно, если их сокращают, они получают свои пособия, им выгодно это. Единственное, что пойдут те, кому нужен стаж, кому остается уже недолго до пенсии, либо те, кому, наоборот, нужно наработать стаж. Чтобы смягчить социальные последствия роста безработицы, Минтруд планирует все активнее внедрять в центры переподготовки. Больше всего на рынке труда востребованы медики и квалифицированные представители рабочих профессий. На переобучение в 2019 году предусмотрено свыше 50 миллионов рублей.